добрый вечер это специальный разговор сегодня для вас работают татьяна батуева и виктор савченко и как обычно мы каждую неделю обсуждаем ключевые самые важные события последних семи дней такой формат новостей в разговорном жанре итак о чем мы сегодня будем говорить конечно же будем говорить про пошлины они никуда не делись и есть уже первые цифры государственного таможенного комитета таможне приводит сравнение с январем предыдущего года и там явное падение по всем позициям пока то что не видимо полках но теоретически можем увидеть если того же сахара завезли в 8 раз меньше многие мелкие предприниматели начинают сталкиваться уже с проблемами которых они близко не ожидали то становится честно говоря все тревожнее очередной наркокурьер за решеткой эту тему все чаще поднимаем последнее время президент поручил провести специальные уроки в школах и тема всплыла на поверхность стало очевидно что хоть глобально проблемы с наркотиками у нас нет но она есть в преломлении конкретным судьбам конкретных молодых людей пусть будут осторожны и родителям тоже внимательно это смотреть но я считаю что эта фраза дня хуже чем в бендерах дорог нет президент говорил неделю недели до хуже чем бендерах дорог нет приятно когда правда звучит от президента действительно правда как к этому мы пришли тоже сегодня будем обсуждать об этом это и не только наш специальный разговор с нами сегодня сергей александрович шерстюк руководитель исполкома общеприднестровского народного форума здравствуйте здрасте ну что настроение как боевое когда на митинг следующий Надеемся, что не придется. Но, как показала уже практика, наш народ готов в трудную минуту сплотиться и высказать свою гражданскую позицию, показать, наверное, всему миру, что наш народ, он един, он сплочен, и что мы действительно в трудностях готовы их вместе преодолевать. Ну, смотрите, про пошлины мы говорим уже больше месяца, да, это тема номер один. На этот счет говорят, они там поговорят, поговорят, успокоятся и привыкнут. Да, но не успокаиваемся пока, потому что повода успокоиться пока нет. И Государственный таможенный комитет приводит уже данные, это четкие цифры, это сравнение с январем прошлого года, и там, понятное дело, что самое главное, что товарооборот упал там больше, чем на 20%. Есть цифры по конкретным продуктам, например, по сахару, вот что мы уже сказали, это в 8 раз меньше завезли с сахара, чем в январе предыдущего года. Чай, кофе, одежда, обувь, техника, стиральные машинки, электроприты, все, всего завозят меньше. Потому что предприниматели работают по старым ценам, ввиду того, что они завезли до этого, но в перспективе это похоже на уже не маленькую, а большую катастрофу, потому что малые предприниматели всерьез задумываются о том, чтобы закрываться, и сталкиваются они с откровенными поборами, кто-то в открытую, кто-то в частных разговорах об этом говорит. На таможне стоит молдавский таможенник, у них там на бумаге все красиво, они там типа официальные пошлины взимают. Стоит и на глазок примеряет, с кого сколько содрать, бегает с кем-то, советуется, какие-то товары говорят, это брендовые пускать не будем. То есть помимо вот этих всех официальных цифр, которые они приводят, сколько они с нас собираются еще взять, там уже куча мелких проблем. Что хочу, то на таможне и ворочу. Это можно, это нельзя, а кто это решает, а может быть дом на Леон, который сегодня дежурит. Да, абсурды доходят, там под смены даже говорят, зависит, кто там стоит в данный момент, на таможне. Ну, что говорят ваши знакомые предприниматели, как вот сейчас живут вот эти полтора месяца, понятно, что все в напряжении. Действительно, страх завозить сюда товар. Страх перед тем, что все эти пошлины лягут в ценообразование самого товара. А учитывая относительно невысокую покупательскую способность нашего населения, этот товар в итоге станет недоступным. И в итоге сам предприниматель останется без прибыли, товар будет лежать на полке. А нашему рядовому гражданину, ну, зачастую будет либо недоступен, либо, конечно же, сумма будет достаточно серьезной. И он должен будет откуда-то из других статей своих расходов, продуктов, лекарств, еще каких-то статей расходов, должен будет оторвать эти деньги, чтобы приобрести ту же самую куртку, одежду для своего ребенка, стиральную машину, если не дай бог в доме сломалась, без нее тоже жить нельзя. Поэтому и страх именно перед тем, что люди не смогут покупать по новым завышенным ценам. В продуктовых магазинах, по моей информации, сегодня еще раз продают товар, который был завезен до Нового года. Это товар, который долго может храниться. Но что касается тех товаров, которые скоропортящиеся, мы также видим на них определенный рост цен. Завозимая молочная продукция подорожала, колбасные изделия, они подорожали ряд других. Для людей будут товары очень дорогими, для предпринимателей будет падение спроса, а соответственно и уменьшение их собственной прибыли, что грозит вообще прекращению предпринимательских деятельностей. Да, говорят, закрываться, закрываться пора. И что здесь очень сильно удивляет, мы же тоже анализируем заявления и молдавских официальных лиц, которые комментируют введение этих пошлин. Да, они говорят, мы приводим все в правовые нормы Республики Молдовы, налоговые нормы Республики Молдовы. Об этом много раз говорили, но стоит еще раз сказать. Но что такое, для чего в любой стране мира существует налогообложение бизнеса? Для того, чтобы выплачивать или исполнять социальные обязательства. Что же у нас получается? Налоги наши предприниматели платят в бюджет Молдовы, но из бюджета Молдовы никакие социальные обязательства не исполняются. Да, на правом берегу реки говорят, что вот жители Приднестровья едут к нам лечиться и мы их лечим. Но, извините меня, все это лечение, оно за счет республиканского нашего бюджета. Те программы, они идут за счет либо самого человека, который за собственные деньги там лечится, либо за счет различных программ развития Приднестровья. То есть, фактически, Приднестровский бюджет из собственных социальных обязательств лечит на территории Молдовы тех жителей, которые нуждаются в том или ином лечении. С другой стороны, мы очень часто слышим, что это будет, ну, скажем так, механизм определенного давления, как они это называют, Терраспольской администрации. Но еще раз хотим им сказать, что кто же от этого страдает? Скажите мне, пожалуйста, скажем так. Терраспольская администрация, это она Молдовгопоро давление? Ну, они имеют Терраспольской администрации, это руководство республики. Но мы же с вами все понимаем, что прежде всего от этих пошлин пострадает самый простой наш рядовой человек. Бюджетник, пенсионер, тот же врач, учитель и так далее. Вот что больше всего неприятно. Они это прекрасно понимают, они это знают. И тот же самый предприниматель, я думаю, когда он вынужден возить товар по большой цене из-за всех этих пошлин, я думаю, даже разговор с покупателем, с обычным рядовым покупателем становится такой очень неприятной процедурой, потому что, ну, человек спрашивает, почему, да, и зачастую предприниматель, который не виноват в том, что у него цена вырастает, он ощущает эти эмоции все на себе. Да, давайте послушаем, что еще преднестровцы говорят по поводу давления Молдовы. Предпринимателям сложно сейчас, потому что складывается цена большая из-за того, что получается двойная пошлина. Это как бы бьет и по нашему бизнесу, и я думаю, что в конце концов потребители тоже будут от этого страдать. Все подорожает, все пострадают. Может, эти акции какие-то, которые проводятся, может, они дадут свой результат, услышат наш голос. За чужой счет можно жить, пользуясь, так сказать, ситуацией плохо. Кому это выгодно? Наверное, кому-то выгодно, если это все замутили. А по большому счету, я думаю, что народ тут крепкий и выдержит. Ну да, вот эта фраза «народ крепкий и выдержит», она словно бы крючевая, потому что, да, это обсуждают, об этом говорят, об этом много в СМИ, но, тем не менее, паники-то в обществе нет. Это очевидно, как бы трудно ни приходилось. Заезжаем на рынок Слободзею, видим, что там уже прям торговые точки, ряды целые пустуют. Это очевидно. При таком подходе ждет и другие населенные пункты, и другие города. Но сказать, что паника, я вообще не знаю, каким способом можно в Приднестрове паники-то добиться. Но все-таки вот это же вот этот замысел, да, что вот это вот надавить психологически, сделать вот эти вот, чтобы возникли какие-то бурления среди людей, чтобы вот это вот все, например, не нарастало и так далее. Да, безусловно, безусловно. По нашему мнению, один из расчетов молдавской страны, что эти пошлины приведут к недовольству среди населения, и что население скажет, я буду говорить очень так агрегированно, население скажет, мы больше так жить не можем, давайте мы будем входить в Молдову или присоединяться, или что-то делать, потому что жить так больше невозможно. Очень привлекательно, Молдову, в этой ситуации. Но гордость берет за приднестровцев. Сколько раз мы уже показывали о том, что в трудную минуту как раз-таки у нас не возникает этой паники, у нас менталитет такой, что наши люди не ведут себя по принципу каждый сам за себя в трудную минуту. И действительно, те публичные акции, акции протеста, те митинги, которые проходили, они действительно показывают, что в трудную минуту народ в Приднестровье, наоборот, не превращается в какое-то бровновское движение, не прячется каждый по своим углам, а действительно выходят все вместе, объединяются и показывают всему миру, что действительно нас не сломить, нас не победить. В Молдове почему нет реакции на эти митинги? А какая у них может быть реакция? Ну, могут сказать, согнали, нагнали, все искусственно, что это такое, а ведь толком вообще ни о чем не говорят. Ну, потому что понимают, что... Давайте коснемся сейчас вопроса стремления к европейским ценностям, да, и правам человека, о которых так говорят в Европе, к чему стремится у нас Республика Молдова, публично об этом заявляя. Что молдавская сторона может представить или высказать миссию ОБСЕ или Европейскому Союзу по поводу того, что десятки тысяч человек вышли в протест против введенных... ОБСЕ, Евросоюз и вопросов-то не задают. Ну, пошлины действительно бьют по каждому конкретному гражданину, и, в общем-то, это экономическое давление, это определенная норма. А может быть, Молдова вспомнила историческое прошлое, когда вот мы поднимали эти экономические цифры, неприятные крайне для Кишинева. Нынешнее руководство Молдовы не будет их, поверьте, тоже комментировать и спорить с этим не будет, они просто архивы поднимут и скажут, что, может быть, мы даже еще и ситуацию чуть занизили. Потому что, начиная с 1944 года, когда Бессарабия пережила две оккупации, сначала румынскую, потом фашистскую, Приднестровья выступала спонсором Молдовы, Бессарабии. Ну, это нормально. Сотни предприятий построены здесь, и одна из целей жителей в Приднестровье была поднимать Молдову, это факт. Цифры об этом говорят, мы взяли цифру за 1990 год, когда в долларовом эквиваленте Приднестровья заработало 1,2 миллиарда долларов, вот цифра на экране. Сюда, в Приднестровье, вернули 65 миллионов, это 5%, 95% Кишинев забрал себе, вот вам и каменный цветок, цветок из камня, София Ротару, красивый Кишинев советских времен, все за наш счет. Это не возмущение. Совершенно верно. Это констатация факта. И не единственный. А теперь Молдова вспомнила историческое прошлое, что бы отсюда не вытянуть, когда у них долг почти миллиард евро. А вот как можно, оказывается, точно. А давайте пойдем по советскому пути, сказала Марсанду, как партия велела. Почему бы я не... 100%. Сейчас, когда мы обсуждаем пошлины, мы говорим и о цепочке последствий. То есть понятно, что это запустило вот тот самый механизм экономический, именно удушение экономики всей экономики Приднестровья. Потому что цены растут. Как вы уже сказали, предприниматели думают, как жить дальше. Некоторые закрываются, некоторые перестают что-то завозить. То есть исчезает какой-то товар. При этом у наших предприятий проблемы с тем, чтобы вывозить свою продукцию. То есть там тоже ограничения, тоже заводы останавливаются, трудовые коллективы разваливаются. Ну, в общем, все это нарастает просто как снежный ком. И понятно, что об этом говорят везде. Ну, например, на неделе, да, вот к нам приезжал очередной посол, посол Нидерландов. Он был в Приднестровье впервые. И, естественно, конечно, это один из способов донести позицию Приднестровья до международного сообщества. Тем более, он был не против. Он сам сказал, что давайте я хочу узнать, как у вас здесь происходит. Ему интересно послушать. Просто вот в момент, когда проходили большие акции протестов в Террасполе, особенно тот последний многотысячный митинг, 50 тысяч по данным МВД, тогда мы поймали иностранцев на улицу, европейцев, которые говорили о том, что когда они узнали, что происходит, мне говорят, в Европе такого быть не может, чтобы одна страна ЕС такие припоны ставила другой стране ЕС. И вот полезная послу Нидерландов. Очень грамотные молодые люди из Испании, да. Об этом еще раз послушать от президента послу Нидерландов. Давайте послушаем и мы. Наблюдаем сильное экономическое давление со стороны Молдовы. Действие Молдовы посягает на предпринимательскую активность Приднестровья и наносит в этой части нам определенный ущерб. За последние 33 года существования Приднестровья как независимого государства, все социальные обязательства перед людьми, а это пенсии, пособия, заработные платы работникам бюджетной сферы, выплачивают только преднестровский бюджет. Экономическое давление, которое создает все предпосылки для того, чтобы нас этот бюджет забрать. Вот так все просто, мне кажется, и понятно. Я помню, как президентом Молдовы в свое время был Воронин, и какой-то иностранный журналист, подробно, не зная ситуации, спрашивал его про Молдову, отношения с Приднестровьем и так далее. И в частности задавал вопрос, а как Молдова обеспечивает социальные обязательства жителей Приднестровья? Я такой, это же молдавский бюджет, да, платит там молдавским пенсионерам, но у кого паспорт пенсии? И Воронин так скромный. Нет, это местный платит. Ну, хоть говорили, нет, да. Сейчас там какие-то заявления вообще. Ничего не поменялось, Приднестровье как независимая страна социальные обязательства обеспечивает. Ну, почему бы у нас еще пару десятков миллионов долларов не забрать в пользу Молдовы? Даже в этих сложнейших условиях государство сейчас ищет возможности увеличить пенсии, мы знаем, увеличить оплату труда работникам бюджетной сферы. И, конечно же, могу сказать сам, как работник бюджетной сферы, как преподаватель университета, что люди очень ждут повышения заработных плат, и мы видим, что постепенно, постепенно эта работа ведется. Поэтому надо дать должное здесь и органам госвласти, которые, несмотря на всю ту критику, которая сегодня в том числе есть и в их адрес, но они все-таки стараются из последних сил найти возможности повышения заработных плат, пенсии, пособий для наших граждан. Пока эта возможность есть. Да. Президент послу Нидерландов говорил, естественно, и про переговорный процесс. Подчеркнул то, что Приднестровье последовательно за формат 5 плюс 2. Сейчас это важная политическая декларация, неважно работает формат или нет. Это действительно повод задуматься Кишиневу о том, что если бы 5 плюс 2 сейчас работало, то страны-гаранты, посредники и наблюдатели уже официально за столом массу неудобных вопросов Молдове бы задали. И, конечно же, такого откровенного экономического беспредела она не в состоянии была бы творить. Молдове 5 плюс 2 не нужен. Кроме того, основа основ формата 5 плюс 2 это сохранение мира на наших берегах. В главе угла стоит сохранение мира. Заморозки нажмем вот так этого формата. Конечно же, риски у нас возрастают. Ну, не будем сейчас углубляться, наверное, в эту тему. Но мы видим, что происходит и в соседней Молдове в плане их вооружения. К сожалению, наш восточный сосед, тоже там продолжаются боевые действия. И здесь, конечно же, наоборот, нужно расширять все переговорные форматы, дабы просто-напросто в первую очередь сохранить мир на нашей земле. И во вторую очередь, конечно же, договариваться об экономической взаимной выгоде. Ведь от того, что страны между собой ссорятся, ругаются, никто не выигрывает. Наоборот, нужно договариваться и мирно, дипломатически решать все существующие вопросы. От этого экономически выиграет как Приднестровье, так и Республика Молдова. Если руководство Молдовы, это вообще нужно и интересно. Вот это тоже. Россия тоже за формат 5 плюс 2. Да, наш стратегический партнер высказался. Ну, всегда за переговорный формат 5 плюс 2. Говорят, что альтернативы этому нет. Об этом на неделе сказал посол России Олег Васнецов. Еще в России в марте этого года выборы президента. Эту тему в Кишиневе тоже муссируют, поднимают, каким-то образом на ней спекулируют. Кишиневу же нравится слово «Россия» произнести. Сразу столько хайпа и все цитируют. Выборы президента. Они пиарятся. Нужно просто сказать слово «Путин», и у вас миллион просмотров. Вот в России с 15 по 17 марта выборы президента, и Владимир Путин снова выдвинулся. Все уже повод для Кишинева эту тему со всех сторон обсудить, пройтись по ней и так далее. Естественно, речь идет о возможности открытия избирательных участков в Приднестровье. Об этом спрашивают молдавских чиновников, и они делают громогласные заявления. Не допустим, не простим. В очередной раз. Не в первый. Но, как бы это сейчас ни звучало, мы помним, что на каждых выборах звучали эти заявления. А открывать здесь участки или нет, из соображения, я думаю, безопасности в первую очередь, будет только Российская Федерация, точно не Республика Молдова. Как вам этот хайп на этой теме? Ну, вообще удивительно. Да, действительно, мы слышим со стороны нового руководителя внешнеполитического ведомства Республики Молдовы, Михаил Попшоя, о том, что мы сейчас думаем, но совершенно точно один участок будет открыт на территории всей Молдовы, это на территории посольства. Причина только потому, что мы не можем, мы не имеем юридических каких-то норм его закрыть, поскольку территория посольства является на территории России. По остальным мы очень думаем и... Даже формулевка разрешили, это уже спешно звучит. Разрешили России проводить выборы в России. Да, да, да. С точки зрения такого демократического подхода, ну, ребята, у нас 200 тысяч граждан России. По всем международным нормам, по всем простым демократическим правилам, ну, как не дать возможность людям высказаться? Мы помним 18-й год, я прекрасно помню этот день, день выборов президента Российской Федерации. В Приднестровье это был как праздничный день своеобразный. Люди шли, люди с улыбками, люди шли голосовать, это был тоже март месяц 2018 года. Как можно сейчас взять и не дать этим людям возможности проголосовать? При том, что сама Российская Федерация хочет того, чтобы граждане России, проживающие в Приднестровье, имели возможность для голосования. На неделе посадили очередного наркокурьера. Не единственный случай, но тут просто какие-то жуткие цифры. 34-летний житель Слободея сделал более 3000 закладок в Слободейском районе. Получил за это 21 год строгого режима. Здесь повод задуматься. 3000 закладок сделал, значит проблема есть. Повальной наркомании, слава богу, нет. Но кто-то этими закладками же пользуется. Кто-то пользуется, кто-то закладывает. И очень часто во все это, естественно, вовлечены молодые люди. Школьники, студенты. Нет наркотики и те, кто участвует в закладках, а тот, кто делает закладки, тоже получает по полной программе. От 10 до 20 лет строгого режима не обсуждается. Практически никаких исключений нет. Это сбыт наркотиков, это не просто хранение, это распространение. И зачастую эти молодые люди не знают, что их ждет. Им говорят, пожурят тебя по головке, там не погладят. Родители поругают, милиция поставит на учет или штраф родители в крайнем случае заплатят на деле. Они получают сроки, этих историй много. Милиция сейчас ходит по школам, вузам, объясняет старшеклассникам, студентам, что так делать нельзя. И вопрос даже не там вредный. Вред и так все понимают, да? А ответственность, кто бояться? Да, да. Здесь, наверное, тоже вопрос такой психологии, возрастной психологии. Подросткам что нужно всегда? Подростку, которые уже начинают вступать во взрослую жизнь, нужны деньги. Деньги для того, чтобы хорошо одеваться. Деньги для того, чтобы хорошо, я скажу простым молодежным сленгом, тусить в хороших интересных клубах, отправляться куда-нибудь за границу отдыхать на море. Такого человека очень легко насадить на крючок, заманить вот в эти вот сети, предложить легкий заработок. Из-за своей неопытности, из-за своего небольшого возраста, еще незначительного, они просто ведутся. А когда попадают уже в капкан правосудия, уже все. Конечно, я тоже смотрю, в том числе, первый Приднестровский телеканал, я вижу сюжеты из мест заключения, где эти молодые ребята с опущенными головами признаются, что если бы они знали и понимали, действительно осознавали всю ту ответственность, которая с ними произошла, которую они несут, они бы, конечно же, никогда в жизни на этот преступный путь не вступили. 26 наркокурьеров задержали только в прошлом году, 14 из них уже получили реальные сроки, всегда большие. Вот одна из историй, которую Татьяну поразила. Вы говорили о репортаже, который мы снимали в тюрьмах, и одна из историй. Молодой человек, ну, то есть он был подростком в тот момент, шахматист, учился в школе, то есть благополучный парень. Ну, не глупый, вот он, знаете, как в мозге применил к тому, чтобы открыть наркомагазин. То есть он с каким-то другом своим, с таким же подростком открыли этот наркомагазин. Интернет-магазин, да. Да, в интернете наладили привоз этих наркотиков. 2000 подписчиков в группе в Телеграме у него было, обратите внимание на эти цифры, 2000 подписчиков. Проводил он даже какие-то там акции и розыгрыши, но магазин, естественно, этот быстро накрыли. Рекламировал. Ну, как несовершеннолетнему на момент задержания, ну, 5 лет ему дали, но это все равно сломанная жизнь. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Давайте его послушаем. Если человек молодой придет в эту сферу, он увидит эти легкие деньги, он их просто сразу спустит. Потому что он будет знать, что он завтра еще заработает. Эти легкие деньги вскруживают голову, и тебя просто засасывают уже до конца. А это приведет только вот сюда. День сурка тут очень сильно прям чувствуешь. Вот ты встаешь, просыпаешься утром, делаешь одно и то же монотонное. И вечером сложишься спать. Вот ты в информационном вакууме получаешься. У меня тут как бы тоже есть знакомые. Я вижу, они там приезжают, жены, дети, рассказывают им, что вот тот женился, то у того дети, у того уже там семья. Как бы обидно. А у тебя ничего? А у меня ничего. Вот этот молодой человек, ему дали 5 лет. Это минималка, потому что на тот момент он был несовершеннолетний. Но сама статья, понятно же, что и в том числе и совокупность статей, можно загреметь до 20 лет тюрьмы, получить запросто. Просто за то, что ты сделал несколько закладок где-нибудь, и распространял наркотики, и сбывал их. Зачастую самим этим ребятам по 20 лет, плюс-минус, и вот они к своей жизни получают ровно столько же, такой же срок. Скажите, пожалуйста, в 40 лет выходит человек на свободу? Ну, по амнистии, может, раньше чуть-чуть. Может быть, немножко раньше. Хотя наркотики – это очень тяжелая статья, за которой, по-моему, и не предусмотрено условно-досрочное освобождение. Но не в этом суть сейчас. В том, что в 40 лет молодого еще относительно человека судьба вся сломана. Если можно, еще маленький такой пример расскажу. Вот я сам проживаю в микрорайоне Октябрьский. Однажды увидел, как на заборе частного дома пульевизатором было написано, я говорю, прямо как есть, соль, фен, шишки. И адрес телеграм-канала. И вот если, хочу тоже обратиться ко всем сознательным гражданам, если увидите такие, делайте очень просто. Вайбер, МВД, сфотографируйте и укажите координату. Я так сделал, через три дня пришел, все было уже закрашено. То есть этого псевдообъявления не было. Ну, а пусть наркокурьеры и заодно помнят, что везде камеры. Ответственность практически избежать невозможно, и скрыться не удастся. И граница в этом плане охраняется нормально. Между прочим, министр внутренних дел, когда здесь был, он говорил, что иностранные курьеры, они очень опасаются, на самом деле, хоть и привозят, но опасаются везти наркотики в Приднестровье. Потому что здесь с этим все жесткий контроль. Ну, помним историю двух граждан Молдовы, тоже молодых, которые из Новых Анен, значит, ехали. Их взяли прямо на таможне, они плакали, раскаивались, говорили о том, что хотели один раз это сделать, а потом уехать на заработки в Германию. Теперь они будут в Приднестровской тюрьме. Вот такая вот печальная история. Достаточно ли лекций в школах, как думаете? Ну, по крайней мере, они должны быть обязательны. По крайней мере, они должны быть обязательны. Но, с другой стороны, на мой личный взгляд, должна быть большая информационная кампания, как через телевидение, так и через социальные сети, поскольку основное, да, средство, основное такое средство коммуникации молодых людей, ну, должно быть обязательно. Ну, я надеюсь, в семьях такая же профилактика будет. Это все начинается с семьи. У нас у всех дети растут, и, конечно же, у нас, как у родителей, есть страх, и, конечно же, все мы, родители, должны держать руку на пульсе, чтобы, не дай бог, наши дети не оказались рядом с этими сетями. Дальше о дорогах. Да, хуже, чем в Бендерах, дорог нет. Это фраза президента. Об этом... Но надо сказать, так и есть. Так и есть, да, Виктор Ильич? Ну, конечно, так и есть, однозначно. Какая самая... Какие самые худшие дороги в Бендерах? Я даже не знаю, мне даже топ-5 на самом деле трудно выбрать. Где-то там центр еще плюс-минус неплохо. Дальше, к сожалению, плохо практически везде. Хорошо, что у крепости часть полотна хотя бы сделали, но в целом... Ну, да, часть дороги... Честно говоря, за машину страшно, подвеска трещит, все остальное там тоже. В общем, и ходовую надо делать чаще, чем если... Ну, ты не считай аварийности, наверное, да? Потому что причина... Ну, да, будешь аварию объезжать, кого-то въедешь. Да. Повод, это отчет мэра Бендер был, да, и вот что сказал... Ну, сам мэр Бендер поднимал эту тему, там никто же этого не скрывает. Вот что сказал президент. Проблема дорог, она тоже касается всех. Но я объективно скажу, хуже, чем в Бендерах, дорог нет. Уважаемые господа, нет. Это факт. И не вина это главы администрации или местных советов. Ни сколько ни да, они все освоят. И делают кратчайшие сроки. И делают качественно. Поэтому все-таки я сторонник справедливого подхода к данной проблеме. Есть понятие протяженности, есть понятие коэффициента нагрузки. Все, точка. И сказать, где из этого распределяете. Да, кто-то получит меньше, так подождите. А как по-другому? У нас в связи с пандемией, потом переходящей в эти боевые действия, полностью вся нагрузка, по сути дела, в большинстве своем, перешла на город Бендер. На те три направления, по которым я в прошлом году говорил. Это вот Каушанское, Кищеневское и Варницкое направления. В прошлом году чуть-чуть ремонтировали, попали на маленький участок, в другом месте ремонтировали. Но это недостаточно. И нагрузка реально высокая. И надо делать просто по здравому смыслу и по честному. Каушанское, Варницкое, да, и эти направления, понятно. Там ездят сейчас большие грузы, которые весь товаропоток у нас идет. Что скажете по дороге? Сейчас границу дорогого. Ну, давайте так. В декабре прошлого года Общеприднестровский народный форум проводил ежегодные мероприятия общественного контроля. Проверяли вы все. Да. И если мы традиционно проверяли объекты, которые вошли в прошлом году в фонд капвложений, то как раз таки в первый раз мы еще дополнительно в рамках прошлогоднего обращения президента мы еще решили попробовать проконтролировать качество ремонта именно дорог в рамках исполнения программы дорожного фонда. Причем мы выбирали объекты, которые были отремонтированы именно за счет местных бюджетов. То есть не республиканские общие дороги, они у нас, слава богу, в нормальном состоянии, а именно те, которые финансируются за счет местных бюджетов, включая Бендерские дороги, Тираспольские и по всем городам и нашим районам. И вот скажу откровенно, по тем дорогам, которые мы проверили, которые же были включены в ремонт, вот у них там за полгода спустя того, как их сдали в эксплуатацию, мы практически нигде серьезных замечаний не обнаружили. Да, были моменты, когда новая дорога переходит в старую, и между ними там сантиметров 7-8, это автодорога, и просто на ней машины просто убивают подвеску, как вы и говорите. Но в целом, могу сказать, что те дороги, которые ремонтируются, они в хорошем состоянии. Но средства массовой информации, включая Первый Приднестровский, очень активно освещал общественные проверки. Буквально после первого сюжета о дорогах по Первому Приднестровскому, на следующий день было 6 звонков. Только за один день было 6 звонков. Кицканы, Тирасполь, 2 Григориополь, Рыбница и, по-моему, Дубосарес. Дубосарес еще женщина. Суть была в чем? Бендер не звонили. У нас с Бендер звонков вообще, честно говоря, не было. Что касается дорог, важное событие недели, значит, в столице Памира возле Дендрария. Там чуть движение изменили, поворот налево разрешили. Как вам водители? Такая новость. Водители нормальная новость, всем, наверное, будет нравиться. Не нужно будет делать круг, там городскому стадиону проще проехать. А там каток. На катке были уже, кстати? Нет. Ну, надо сходить, сейчас проще будет. Если там ехать по Одесске, то уже удобно. Надо успеть, потому что до 18 февраля. А потом закрывают каток, будут накрывать его куполом. Как же не открытых дверей для каменчан? Ну, каменчане успеют. И все остальные. Насчет качества дорог, как говорится, кто чего ожидает. Да, бендерчане жалуются проехать невозможно ямой. Но даже мэр Тирасполя. Да. Мэр Тирасполя, шериф раз в год миллион долларов при этом выделяет на дороге. Мэр Тирасполя говорит, ужасно. Мэр Тирасполя всегда мало на дороге. Мэр Тирасполя, значит, и плохая была погода в этом году. Ужасная для дорог в этом сезоне. Действительно, чисто климатически это факт. И, конечно, есть и в Тирасполе какие-то определенные проблемы с какими-то дорогами. Я просто говорю, сравнить одно с другим, вроде неба и земля. Но и в Тирасполе тоже должно быть лучше. Так что дороги, наверное, будут обсуждать всегда, как медицинские. Вчера латали улицу Хоховскую, сегодня латают улицу Мира. То есть вот зима заканчивается, снег пока, слава богу, не ожидается. Ну, слава богу, для дорог, наверное, для наших, все начали латать, начали делать, вопросов нет. Ну, как сами дорожники говорят, снег сошел вместе с асфальтом. Это касается ямочного ремонта прежде всего, когда вот эти ямы заделывают каждый год. Смартфоны, телефоны, лягушки, кнопочные. Подискутировать, я бы сказала. Обсуждают сейчас инициативу в Верховном Совете, на уроках, в школах хотят запретить телефоны, планшеты. А может, в Верховном Совете запретить телефоны, кстати? На уроках. На сессиях. Тоже, кстати, неплохая сессия. Да, но, естественно, понятное дело, что школьники говорят, раньше отвлекались на шпаргалки, сейчас все смотрят в телефоны, и это все равно мешает учителям, мешает вести урок. Они отвлекаются, они что-то там делают, они там читают соцсети и так далее, смотрят в ТикТоке. Ну, может, кто-то... Нет, они там гуглят. Кто-то, может быть, находит и полезную информацию. Сразу же гуглят то, что учитель сказал, дополнительную информацию. Да. Меня особенно поражает аргумент учеников и даже некоторых родителей, как же я его найду. Я думаю, как нас искали в нашем возрасте в школе. Прям такая проблема была. В том-то и дело, да. Да, да. Очень странно. То есть, с одной стороны, честно говоря, сама система образования чуть толкает, чтобы использовать телефоны, потом их тут же забирают. Сами родители уже вечер проводят дома в телефонах, ребенок видит. Конечно, посмотри в телефон, я тебе там написала, где ты ходишь. Ну, то есть, это всегда... Как бы где-то общество, сама ситуация и технология некая современная провоцирует ребенка постоянно там находиться. Потом мы хотим это все выбрать, забрать. А это морально ли? Это же его личное имущество. Хотя, с другой стороны, честно говоря, в некоторых школах давно действуют внутренние законодательные. Да, я преувеличиваю акты. Например, в Бендерском лицее, где директором была нынешняя министра просвещения. Решили там вопрос с телефонами и решили. Теперь, разрешите мое мнение, учитывая, что тоже имею порядка шести лет стаж работы в школе учителем географии. В том числе и в Бендерском лицее. В том числе и в телефонные времена уже. Совершенно верно. В смартфонные времена. В смартфонные, да. Абсолютно правильное будет решение, если все-таки запретят ученикам пользоваться смартфонами в период проведения уроков. И речь даже не столько в том, что отвлекаются на соцсети. Вы знаете, к сожалению, психология молодежи, она используется так, она в любой момент может с ног на голову перевернуть. Я знаю простой пример, не буду говорить фамилию. Ну, учительница уронила мел, наклонилась. Да. Ну, какой-то умник взял, сфотографировал, заснял и выложил в сети. Чем руководствовался, непонятно. Зато сотни просмотров, перепостов, сотни перепостов, перепостов. Эта бедная учительница говорит, мне что, теперь на улицу не выходить. Я живу в этом районе, все ученики с этого района. Вот он умудрился там что-то вот это заснять. Мы видим иногда, когда учитель может повысить голос на своего ученика. Чуть что, сразу все снимается и начинается обсуждение. И тут же вот эта наша пятая колонна подхватывает и начинает в пух и прах давить на этого. Диктатура просто. Да, совершенно давить на этого учителя. Хотя, знаете, нашим учителям надо памятник ставить при жизни, абсолютно откровенно говорю. За очень скромное денежное удовольствие относительно их труда они выполняют эту работу. И помимо своей профессиональной деятельности еще занимаются фактически воспитанием молодых людей. А многих, к сожалению, надо воспитывать или даже перевоспитывать. Ну и, конечно же, да, дети смотрят в соцсети, дети отвлекаются, дети переписываются, дети отправляют другим какие-то нам фотографии, вместо того, чтобы сидеть и слушать занятия. Это, поверьте, с точки зрения учителя, ну, больше всего раздражает, когда человек, ты объясняешь, надрываешься, стараешься, вечером готовишься к этим урокам, объясняешь человеку, и двое сидят там за партой, и сидят им вообще по барабану, они сидят в телефонах. Это очень хорошо и неприятно. Относительно позиции некоторых родителей, именно некоторых родителей, как же я найду своего ребенка и напишу ему, что не забудь там в 5 часов пойти на тренировку или еще куда-то. Ребята, извините меня, во-первых, всегда есть классный руководитель, всегда есть директор школы. Вы помните наше, да, обучение в школе еще в до телефонные времена, если надо было найти учитель, либо это же в основном в 90% это дети из ближайших домов к школе. Если надо, подойди, если нет, позвоните директору, позвоните классному руководителю, предупредите о какой-то ситуации. Проблем в этом абсолютно нет. В конце концов, сейчас уже используют там электронные журналы, сейчас есть определенные общие вайбер, телеграм-группы, где, допустим, учитель имеет возможность общаться с родителями, напишите вы учителю, если есть какая-то, ну, прям сверхсрочная информация. Вот именно сверхсрочная. Какой нормальный родитель будет, ну, своему ребенку во время урока назваливать? Тренировка, да, или зайдешь, ключи оставила у соседа. Это на самом деле смешно. Это действительно смешно, но как учителя это очень сильно отвлекает. И я считаю, что из-за того, что ребенок сидит в телефоне во время урока, теряется качество его подготовки. А потом опять мы слышим, вот, школа плохая, мой ребенок не сдал ЕГЭ. Да не школа плохая, просто процесс обучения, это всегда обоюдно. С одной стороны, это школа, с другой стороны, это семья, родители. И не только даже обучение, но и воспитание. Я думаю, что это абсолютно правильно. Это из серии, как никогда не ругать ребенка при учителе. И точно так же стараться никогда не критиковать учителя при ребенке. Совершенно верно. Совершенно верно. Я думаю, что это правильно. И это вызывает взаимное уважение. Это важно. А дети пусть не переписываются на уроках, а учатся. Да, о чем они там общаются? Перекидываются записками. Может, они там вопросы из страны легенд друг другу высылают, это может быть единственное оправдание. Потому что у нас прямо сейчас стартует второй тур, сразу после этой нашей записи, этой нашей передачи. Команда ОМФ Сергея Александровича будет уже 2 марта в эфире игра с командой Тиротекс Энерго. Там тоже будет классно. Сейчас у нас будет играть Большая перемена и Молодежный парламент. Тоже классное противостояние, Большая перемена. Это как раз-таки учителя Бендерского лицея. Вот и удачная отсылка. 10 команд. У всех есть шансы на продолжение борьбы. Ну что, Сергей Александрович, вы что скажете про страну легенд, как один из главных наших амбассадоров, я бы сказал? Спасибо большое за такие лестные слова. Ну, с нетерпением дождались мы начала второго тура. Ждем своей игры. Мы знаем, что наш соперник будет Тиротекс Энерго. Это ни для кого не секрет. И мы и команда Тиротекс Энерго свои первые игры в первом туре сыграли в ничью. Поэтому у нас задор. Азарт, он запредельный. Мы очень хотим встретиться в этом интеллектуальном бою. Я уверен, что игра получится очень интересной. С нетерпением ждем. Ну и с нетерпением ждем, конечно же, сегодняшние игры. Посмотрим, как сыграют наши учителя с нашей молодежью. Да, будет интересно. Пока вот таблица. Зрители молодежный парламент и команда Многогранник. У них по три очка. И ОНФ идет на четвертом месте. Несмотря на то, что у четырех команд по одному очку. ОНФ преимущество, потому что он финалист прошлого сезона. Это мы, как говорится, сразу на берегу обсудили. Спасибо. Конечно же. Мне кажется, это абсолютно логично. ОНФ единственная команда, которая играла в двух финалах подряд. Сначала она выиграла в позапрошлом сезоне. В прошлом сезоне проиграли зрителям. Это была, наверное, самая крутая игра за всю историю страны легенд. Таких невероятных поворотов. И когда интеллект и эмоции, они сплелись воедино. Все-таки не будем забывать, вы, наверное, согласитесь, что это и спорт тоже. Это не только чисто интеллект, это спорт, это эмоции, это азарт. Совершенно верно. И, как говорится, рулетка здесь в помощь. И как раз определяется вот этот спортивный азарт и спортивную удачу. Если вы идете в финал, снова хотели бы со зрителями встретиться? Мы, конечно, не реваншисты. Но мы бы с удовольствием еще раз бы сразились с командой зрителей. А вообще, конечно же, у нас все команды сильные. И посмотрим, как сложится. Сначала нужно самим в финал выйти. А потом уже думать. Смотреть, с кем бы мы хотели сыграть. Но не принципиально, по большому счету. Ну, дайте какой-то спойлер со второго тура. Ну, вы же оба как бы... До нас же до зрителей, которые смотрят страну легенд, видят, что вокруг страны легенд происходит. Ну, скажем так, ну, постоянно... Своя тусовка. Да? Там своя тусовка. Завидуем, поделитесь чем-то. Приходите на запись просто в следующий раз. Это действительно такая приятная закрытая тусовка. Может быть, когда была запись последняя... Доносятся слухи постоянно, что там вот это. Интересно, да. Это, наверное, была самая крутая закрытая вечеринка в стране в тот день. И это действительно было хорошо. И когда следующая запись, тоже ждем ее с нетерпением. Тоже будет по-настоящему интересно. Все 10 команд этим духом прониклись. И вот вся аура, которая вокруг, зрители, которые это наблюдают на телеэкранах, это, конечно, особая атмосфера. Это нельзя пропускать. Что касается зрителей, у нас в течение лета и осени не было игр. Ну, прямых игр, поверьте мне. По крайней мере, у нас в микрорайоне Октябрьский на Балке. Ну, наверное, половина Балки ждала и все время задала вопросы. Когда? Когда уже стартует? Когда уже будут начнутся игры? Нам очень приятно. Да, это на самом деле приятно. Это заслуга, прежде всего, наверное, коллектива Первого Приднестровского. Ну и, конечно же, наша команда, которые с удовольствием приходят, играют и получают от игры прежде всего удовольствие. Да, вам большое спасибо. Спасибо. Сергей Александрович Шерстюк у нас был руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума. Увидимся везде, в том числе и в стране легенд. Спасибо большое. Итак, это был специальный разговор. Конечно, тема пошлин. Потенциальное падение экономики Приднестровья – это главный вопрос, который мы обсуждаем, о котором говорим каждую неделю. Беда, как говорится, не приходит одна. И сложностей для экономики, судя по всему, впереди достаточно. Приднестровье выстоит, мы это точно знаем. Конечно же, обсуждали тему наркокурьеров, говорили о дорогах. Дороги – это вечная тема. Ну и, конечно же, обсудили страну-легенд, которая прямо сейчас стартует. Как же мы этого долго ждали. Вот он, второй тур прямо сейчас. Большая перемена. Бендерская команда учителей против молодежного парламента. Поверьте, это будет совершенно незабываемо. Никуда не уходите. Оставайтесь на Первом Приднестровском всегда. А для вас работали Татьяна Батуева и Виктор Савченко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова